Троим злоумышленникам, причастным к избиению народного депутата Мустафы Наема, предъявлены подозрения. Об этом сегодня сообщили в столичной прокуратуре. Двое из них, по информации ведомства, это граждане России, один украинец, четвертого, собственно, виновника нападения, пока не нашли. В деталях этой истории разбиралась моя коллега Елена Зорина. Вечер в воскресенье. Центр Киева. Это видео из интернета, где зафиксировано, как начинался конфликт с участием нардепа Мустафы Наема. На кадрах видно, как черный Мерседес Гелендваген с модными номерами пытается подрезать другую машину, где и находился нардеп, а затем буквально выдавить ее со своей полосы. Это была уже почти аварийная ситуация, пришлось остановиться. И после чего случилась совместная перепалка. Это все произошло в конфликт. Конфликт привел избранника на больничную койку. По его словам, он вызвал полицию. А вот водитель внедорожника, группу поддержки. Те начали драку. В результате нардепа прооперировали. Правоохранители троих причастных к нападению задержали по горячим следам. Сейчас они в изоляторе временного содержания. Ждут меры пресечения. По информации столичной прокуратуры, среди задержанных двое 19-летних мужчин с российскими паспортами. Еще одному 22. И он украинец. Если их вину признают, им может грозить до четырех лет тюрьмы. Еще одного того, кто ударил нардепа и ищут брат депутата на своей страничке в фейсбуке, попросил любую информацию о его личности, а также видео с камер наблюдения. Кроме того, опубликовал и фотографию обидчика. Нардеп и коллега Мустафы Наема по журналистскому цеху Сергей Лещенко написал, что с этим человеком он учился в одной школе. Якобы нападавший, если не всю жизнь, то много лет живет в Киеве. В полиции обещают уже в ближайшее время объявить его в розыск. Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. И уже ближе к вечеру на своей странице в фейсбуке нардеп написал о том, что по его данным четвертый нападавший, который наносил удары, уже покинул Украину и улетел в Баку рейсом из Борисполя. Автомобиль, на котором он приехал, участники операции «Перехват» почему-то не зафиксировали. И он до сих пор не найден. Да и сама машина была объявлена в розыск с опозданием. Продолжение следует...